Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение мест, где можно провести Новый год. Новый год в нашей стране – это один из самых любимых праздников. Его ждут, стараются провести как можно лучше, заранее договориться с друзьями, со знакомыми, встретиться, отметить Новый год. Для тех, кто предпочитает активный отдых, Новый год – это не только сиденье за столом. Это лыжи, коньки, сноуборды – это все, что дает нам наша зимняя природа. Я предлагаю вам попробовать зимний отдых на Алтае. Зимний отдых на Алтае не менее интересен, чем летний. Это необыкновенно интересно. Скрящийся снег и ослепительное солнце дарят бодрость, дарят хорошее настроение. Великолепные виды заснеженных гор и приятный огонь в камине создают такое умиротворение и настраивают на размышления в прекрасных праздничных хлопотах. У жителей России хорошие традиции уже становится встречать Новый год на Алтае, на горно-лыжном курорте, на какой-нибудь базе отдыха или в уютном коттедже с волшебным видом из окна на заснеженные горы. Ведь по-настоящему новогоднее настроение можно ощутить только тогда, когда вокруг заснеженные сугробы, неторопливо падает снежок, мороз слегка пощипывает щеки, а во дворе стоит живая, большая, наряженная елка и наряжена она вашими любимыми игрушками. Можно водить вокруг нее хоровод, кричать «Елочка, зажгись!» и встречать всеми любимого Деда Мороза со снегурочкой и долгожданные подарки. Новогодние каникулы на Алтае позволяют полноценно отдохнуть и взрослым, и детям и набраться сил для дальнейших трудовых совершений. Чтобы отдых удался, нужно заблаговременно продумать маршрут и забронировать тур. У меня на сайте есть очень много туров по Алтаю. Там есть и новогодние туры, и туры рождественские, и туры на все каникулы. Так что пройдите по ссылочке, которая у меня под видео, и забронируйте себе тур. И я вам вещаю, что отдых на Алтае будет незабываемым. Что, дорогие друзья, я желаю вам очень хорошо провести Новый год, встретить его, желательно, в замечательном месте. Поезжайте на Алтай, вы не пожалеете. Ну, а на сегодня все. Осталось только написать комментарий, поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не потерять это видео. А я буду продолжать удивлять вас различными рассказами о регионах нашей замечательной Родины. Ну, а сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok